Ну что ж, Волонг, Fallen Dynasty, на связи Чандер, и у нас, пожалуй, самый сильный босс, который только был. Добро пожаловать всем, кто присоединяется. Такого сильного босса у нас еще не было. Не успеваю просто ничего сделать. Самое главное, мне бы хотя бы удар ему наносить, для того, чтобы потом получать меньше повреждений. Но с этим есть проблемы. Так, он летает. Хорошо, попал. Теперь можно пробить молнией. И гонюю огромная благодарочка за то, что он сбивает атаку. Я не смог ему дать криты. Кайф. Союзнику спасибо. Союзник говно. Успею молнию? Успел молнию, здесь успел пробить хотя бы. Хорошо. Но идею, опять-таки, с боссом я понял, плюс-минус. Вот этот красный, это нужно пробивать обязательно. Ну, попал. Броня лежит, вставай. Успел? Успел. Ладно. Так. Броня есть. Хорошо, попал еще. Успел. Еще удар. Еще удар, пожалуйста. Поднимули гоню я. Да. Поднял. Пить лучше больше. Потому что у него слишком большой урон. Ах, вот этого не ожидал. Опять гоню и лежит. Кто бы сомневался. Вот это будет жопа сейчас. Миллион молний. Казалось бы, я тоже деревянный. По мне, молнии должны быть не так страшны. Ага, если бы не в таком количестве они были. Раз. Два. Три. Все, лежит. Вот здесь вот можно. Не лежит, а стоит. Неважно. Успел. Ну и да, с первой попыточки, ребят. На полном все здесь с первой попытки. Ой, меч, кстати, поменял. То есть, как только в предыдущей серии закончил. Ну, просто я понял. Там я понял, как сражаться с ним. Очень тяжелый босс. По-настоящему тяжелый. На три минуты тяжелый. Брат, брат, приди в себя. Давайте сила дружбы. Сила братской любви. По-братски вставай. Че, чатик, как вам, босс-то? Понравился? Хотя я руководствовался голосом сердца, мне не хватило сил выполнить задуманное. Рожденный порознь, мы умрем вместе. Это была моя клятва о Юнчанию и Иди. И так вот мы заключили наш союз. Я вел упорную борьбу и пронес множество потерь. Даже чуть не лишился всего. Но даже в самые тяжелые моменты отчаяния я никогда не терял веру в своих братьев. Благодаря тебе я понял, что мои убеждения не были ошибочными. И поэтому я еще более... Срочными узами... Как-то я связь не увидел в этом предложении. Ну ладно. Я буду продолжать стремиться дальше. Ну давай, давай стремись вперед. То есть мы его разбудим, да, Любея? Он выживет. Хотя ранили. Хотя ранили в шею. Все, мы улучшили того деревянного. Надо посмотреть, какие он бонусы дает. Нам самое главное не деревянного, конечно, лечилку, а другого. Может, в целом лечилку? Да. Это все потому, что он наш союзник. Да. Воспоминает тебе и моих братьев. В этом месте подавили бушующую демоническую ауру. Я буду... Всегда помнить. Я найду способ тебе отплатить. Можешь посмотрим на цветы? У меня на уме... Быстро говорить. Отличная мысль. Наша битва еще далека от завершения. Да, Юань Шао собирается поработить всю землю. Небо над Гуань Ду было странного цвета. Значит, это дело рук Юаней? Теперь только ты можешь остановить это тираническое безумие. И установить наше тираническое безумие. Мы сделаем все, что в наших силах. Возвращаясь к министру Цао. Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы помешать планам Юаней. Хорошо. Да, Цин Лун. Цин Лун тот самый деревянный. Ух ты. Не, ну... Окей, окей. Говорили мы как раз таки про простоту этой игры. И игра в целом не сложная, это правда. Но этот босс пришлось несколько попыток потратить. Все они попали на запись, потому что их было всего, по-моему, четыре. И то не такие уж и долгие. Но вот за три минуты удалось победить его. О, это который Сунь. Это тоже Сунь. Тройной Сунь получается. Ох. Он становится старым извращенцем, значит это твой ответ. Ух ты. 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 Он облизывал губы, это старый извращенец на самом деле. Мне нужен только тот, в ком течет кровь из рода Сунь. Потому что я уже старый, и Виагра не помогает. Тех же, кто смелится ослушаться, я прирежу. Старший брат. Присоединись ко мне. Иначе ты отправишься в ад вслед со своим отцом и братом. Итак, каково твое решение? Сунь. Какие у него прям голубые глаза. Прям не голубые даже, а синие-синие. Лазурные. Кошки. Нас впереди ожидают кошки. Мы спасли Цау-Цау. В очередной раз. Кобылка! Живи! Мне так жалко эту кобылку. Она такая... Какая-то прям вся... Ужас. Да. Все, положим конец этой войне. Гуанду. Миллион флужочков. Я, кстати, один. Без поддержки. Но мы вызовем мальчишку одного. И, возможно, вызовем второго. Которые у нас не докачаны. Для того, чтобы... Взять докачанность. Так, ну для начала мы, конечно же, пропутешествуем. Целых три поля. Это сильно. Я для начала хочу, если честно, домой. Я хочу домой. Да. Вот, у нас есть на улучшение же. Да. Не вот эти вот. Парные алебарды. Во! Парные алебарды Леди Хау. Причем, как раз Леди. И три бонуса будет, да? Три бонуса. Отлично. Сила атака молнии мы сюда вставим. А сейчас раз, и они окажутся убогие. Смотри внимательно. Сначала давай вставим. Угу. Сила атака молнии 18. Пока ставлю, да. 18 не так плохо. Могло быть лучше, но... Тут уже 17. А тут... 19! 19. А мы лучше сюда шок... Лучше в шок вставим. Да, процент шока. Сейчас, где-где-где наложение шока-то? А, здесь другая тема. Здесь накопление эффекта против врагов. Ну, тоже процент, как бы. Окей. Хорошо. Пойдет. Использовать предмет сразу? Пока нет. Погодьте. У нас вот железный спетум. Здесь 19. 3,4. 5,7. Ммм. К сожалению, здесь будет хуже. Здесь будет 3,1 сейчас. Какая-то глупая, если честно, опять-таки система. 3,2. Ну, ладно, 3,2. 3,2 лучше, конечно. Но все равно слабее. Вместо спетума. Потому что это будет сильнее по урону непосредственно. Но спетум, тем не менее, посильнее немножко выдавал бонусы. Ну, ладно. Ладно. Качаем в любом случае эту пушку. Парные алебарды. Улучшаем до 8. 8, вон он. Тут 549, а тут 519. Хотя больше, чем успетума урона. И мы вкачиваем до максимума, до плюс 9. Теперь тут силы атаки 599. И это тоже вкачиваем. Тут 570. Ну, просто чтобы, если вдруг у нас случайно заменится оружие, мы бы в порядке были. Хорошо, пока вот так. Надо будет потом нафармить, если что, 9 уровень, если потребуется. Что-нибудь мы можем еще? По-моему, одежки у нас хорошие нет. Прокачать-то одежку надо? Вот. Так что качаем весь вот этот комплект. А, кожа 9 ранга всего одна. Жаль. Беда печали. Здесь наибольшее количество брони, наверное, выдастся. Рукавицы Девы Войны. Ну, вот это в первую очередь. Вот это и вкачаем пока что. Ну, и ритуальную мантию колдуньи. Наверное, с этим мы и будем завершать игру. Так, пойдем отдадим сверчков и эти надписи. Девочка с надписями, что нам даст. Да смотри, смотри. Вот тебе благодарность. Что дала? Малый кристалл истинной Ци. Это... Либо по 6 тысяч, либо даже по 10. Между прочим. Ой, надо еще к этой... К трактирчице. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Явным. Знаю, многого о тебе прошу, но уж очень я люблю видеть ее счастливой. Прошу прощения, что же... Ага. Хорошо. Это все. Примем мою благодарность. Я догадывалась, что это все от твоих рук дело. Хотела бы верить в обратное, но мой муж не настолько хорош. Прошу прощения за то, что пришлось пройти через такие трудности. Ради меня еще раз спасибо. Вот, держи, надеюсь, тебе это поможет. Заколка. Я хочу спросить о помощи какое-то время. У меня есть то, в чем давно нуждалась. И все благодаря тебе. Пиво вышло очень вкусным. Хочешь попробовать? Что, мой муж? О, не-не-не, ему достаточно гладко. Все, теперь пошло уже то, что мы знаем. Выдали... То, что нам не нужно, конечно, но шанс был. Тем не менее, это четырехзвездочный предмет. Проблема в рандомных вот этих вот статах. Чисто лотерея. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А что нам даст безумец? Ближе к концу игры. Даю, даю. Держи. Сколько? Три штуки! Еще, 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 я хочу еще! Ничего не дал. Ничего не дал. Ммм, недостаточно, значит. Пойдем к пандам. Невероятно. Похоже, у тебя особый талант. Я представить не мог, что ты соберешь столько. Заколку трехзвездочную дали. Похоже, они чувствуют душу. Смотри. Этот по тягушке. Этот просто сплюшка. Этот вон сидит, смотрит, как тот ползет куда-то. И мы собираем, собираем. И в итоге должны нас собирать так, что они должны быть везде здесь. Вот есть малышок тоже. Сидеть. И вот тоже. Смотрит вниз, соответственно, на того. Тут еще нету. Неизвестно, конечно, будет или... А неизвестно, конечно, будет. Там они повсюду. Они повсюду. И тут везде. Ну, они же волшебные. Они же волшебные. Конечно. Хорошо. Хотя бы панды нас порадовали. И то хорошо. Все, оружие на самом деле у нас так топчик. Парное оружие хорошо в том числе и в битве. Потому что быстро настакивает. Здесь каждый удар считается на фарм духа. И поэтому это на самом деле классно. И по урону, соответственно, это тоже топ. Так. Нам необходимо в путешествие отправиться. В путешествие... Здесь, кстати, 85-м. Мы подходим по уровню. Нам для начала нужно вот сюда, наверное. Нападение на Учао. Стаоцао. Тут у нас 3 флага и 1 флажок. Так, давай посмотрим, что у нас по этим ребятам. По подкреплению. Нам уже Джанзяо по-хорошему. Мы еще качали Суньюя. За счет того, что он деревянный. Ну, давай попробуем Джанзяо вызвать. Для того, чтобы прокачать. Так, у меня 15-й уровень. Это хорошо. Я забыл, кстати, в принципе, поменять. А это надо было бы. Так, это минус. А зачем сразу удар-то? А зачем сразу удар-то? А зачем сразу миллион ударов-то? Мужики, вы что делаете? Они меня убили. Ну, то есть я ни разу не смог использовать заклинание. Окей, ладно. Ладно. Это было неожиданно и неприятно. Ничего страшного. Мы сейчас как выйдем... Ох, как мы выйдем. Как выйдем, так и не попадем. Ни по кому просто вообще. И парнишку мы потеряли. Ладно, бывает такое. Опять тунь-туньк. Так, где там этот мальчишка? Подкрепление. Давай, Джанзяо. Помогай лучше. Ладно, будем так убивать. Что делать. А, тут ниндзя был. Ясно. Просто ясно. Один крит. Второй тоже крит. Жесть. Меня убивают. Это прям не весело. Да хватит. Они еще и зажали меня. Слушай, что-то как-то они здесь задушили. И стамина не восстанавливается. Снова. Обычно. Ладно, бывает. Неудача на неудачу, конечно. Прям пошла. Я и уши не помню, когда такая жесть происходила. Блин, я опять мальчишку забыл. Да чтоб тебя. Так, подкрепление. Джанзяо опять-таки. Миллион уже этих тигров потратил. Ладно, неважно. Надо по одному их выкашивать, иначе никак, к сожалению. Ага, не разный. И у меня без шансов было, потому что он меня уже оглушил. То есть это уже 100%. А тут он ушел. Ладно, неудачная. Просто неудачная миссия. Бывает. Самый момент, когда не идет. Ты что делаешь? Я же ставил. Это ниндзя. Нет, ударов просто так заблокировать, понятное дело, что не получится. В этом как раз и фишка, что в этой игре мне не по реакции через парирование играть полностью. Но сильный удар, мне казалось, я смог. Ух ты. Критульку отбил и сразу убил. Неплохо. Здесь урона не хватает. Еще где-то лучник. Ну, попал немного, ладно. Дверь. Ну, может быть, отк... Нет, не открывается. Если бы она открывалась, она написала бы, что открывается с другой стороны. Стрелы. Здесь некуда, нет. Так, тогда дальше. Опять ниндзя и не попал по нему. А вот поэтому ты не хочешь, да? Она вообще на него не наводилась изначально. Собаку, конечно же, не убил. Один раз лишь попал. Так, куда еще можно? Где-то должен быть флажок. Еще флаги. Ну, флаги, скорее всего, по дороге. А вот флажок надо найти. Клятва Сау-Цау пятая. Да пофигу. Даже шокировал металлическую бабку. Это хорошо. Так, там Они. Это флажок. Куда он бежит вообще? Он сможет оббежать? Серьезно? Он такой умный. Да. Жесть. В нем свински много мозгов. Ладно, попадаю иногда и хорошо. Благо, молния не по мне. Добили. Хорошо. Так, это вот в обратку. И мы можем туда пойти. Но, видимо, он оттуда и пришел. Он обошел прямо здесь. Достика. Паук, не нападай. Паук, получается, сагрил. Это глупо. Ладно, добили и хорошо. Но не пробил крит. Хотя, явно был крит. Так, это большой флаг. Тоже флягам. Где-то шумит мелкий. Рыса. Это что? Эликсир. 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 Еще одна крыса. И не умерла. Ой-ой-ой. Но он реально где-то шумит. Прям где-то здесь. Вот он он. Ух ты. В уголочке сидит. Ну надо же. Держи заколку. Приятный аппетит, а кто кушает, хамечет, лопает, трапезничает. Ну-ка. Гербовая печать. Бесполезная. Жаль. Статуя раз, статуя два. Но получается, только на выход остается. Мелкого мы нашли. Здорово, дядька. Ага. Камеру нацелить ты не сможешь. Попаданий достаточно много. Это хорошо. Спасибо, Джан Цао. За то, что подвинул меня к врагу. И он чуть было не попал по мне. Спасибо. С двух хотя бы умирают. Хотя, конечно, тут и ребята били. Большой кристалл истинной Ци. Пойдет. Все это нам нужно в любом случае. Для того, чтобы уровень прокачать. Ого. Не умирают с двух залпов. Но это уже перебор. Так не честно. А так. А так тем более. Вряд ли наверх возможно забраться. Потому что здесь все перекрыто. Угу. Так. Проще всего так будет забить. Нет. Не один. Не один. Все. Последний флаг и босс. Угу. Хочу еще посмотреть, сколько там... Не так много, конечно, осталось. Но придется его еще вызывать, тем не менее. Остальное прокачаем потом. Непринципиально сейчас. Принеси любой хор с массажем и припасы эликсиров. Да тут и так все пылает. Ага. Зачем? Затем, чтобы спрыгнуть на кого-нибудь. В принципе, разумно. Ну хорошо, попал сейчас. Вообще... Нет, пару раз попал все-таки как-то. А мне именно Джан-то и нужен. Вставай. Так, ну вставай. Вставай. С оттяжечкой. Ах ты. Все, надо самое главное прокачивать. Ой, это все. Если бы они не попадали, мы бы, конечно, вообще здесь в легкую быстро справились. Нам самое главное этого Джан-цяо качать. Чуть-чуть осталось. Так, пока домой. Так, левел ап, понятное дело. 87-й, кстати. Мы уже приближаемся к максимуму. Путешествие. Опять-таки шестая часть. Два сияют наши доспехи. Бесстрашный клинок. Бесстрашный клинок звучит как битва с боссом. Поехали. Этого дядька мы побеждали уже. В других условиях, правда, но побеждали. Он как раз-таки кастовал молнию. Вот такую. А сия. От моего толку никакого, я понял. Здесь, да, пропустил. Нельзя было. Очень долго хастуется, к сожалению. Ой. А я и не заметил, что у меня хп-хи нету, если честно. Ладно. Первый раз ты победил, мужик. Хотя, босс так-то несложный. Но в первый раз ему удалось победить. Окей. Не проблема. С меткостью у этого скилла, конечно, проблемы. Вот здесь плохо, что пропустил. А вот здесь странно, что пропустил. Хотя, бьет он очень-очень много, конечно. Только первый заход был. Еще будешь? Правая кнопка для тебя шутка, да? Ладно. Вот, вот здесь дважды. Хорошо. Еще? Так-то да, ну ладно. Увернулся и ладно. Че стоишь? Еще. Молодец. Молодец. Ой-ой-ой-ой. Много он нанес. Очень много. Как? Вообще? Кормить. Угу. Плохо. Ты крывал его, да? Да. Да, я молнию прожал. Молния. Молния. Да ладно тебе, я же нажал. Ну бывает, ладно. Нажал, но да. Окей. Все равно был. Окей, ну бывает. Бывает. Раз. Второй раз не успеет. Надо отбивать, конечно, вот это вот, но... Не всегда получается. Удивительно. Вот здесь нужно по два раза. Молнию надо использовать только в супер-редких моментах, да. Поздно. Да. И очень долгая анимация. То есть, если уже началась, то я не смогу ничего сделать. Вот от этого я почти никогда не могу увернуться. Здесь надо пробивать тройкой. Вот почему не смог? И я не знаю. Ну ладно. Урон, кстати, очень большой у него. Ну то есть, настолько большой, что... Прям аж лютейший урон. Это правда. Очень большой урон у него. Тут на полном серьезе. Так, он будет сейчас именно пробивать, понятное дело, молнию. Так. Два раза нажимаешь, и хорошо. Красная. Есть. Ну вот шок на нем не стакается, конечно, тяжело. Нет, он как бы чисто формально стакается, но... Сколько надо попасть? Миллион раз. Там что-то было? Я вообще не надеюсь. За молнией. Ну вот да. Оттяжки. Оттяжки. Угу. Опять? Есть. Ну пожалуйста, ну стамина... Она не... Вообще не восстанавливалась стамина. Ну это просто, в принципе, в этой игре бывает. Это не конкретно этот босс. К сожалению, это проблема самой игры, что стамина время от времени отказывается восстанавливать. Капью это люто сильно, мы знаем. Не достаю. Вот сейчас можно именно вот так пробивать. Стамина. Она не восстанавливается. Я не понимаю. Шока на мне нету. Почему она не восстанавливается вот это вот время от времени? Вообще непонятно. Но, к сожалению, такое есть. Просто в этой игре, что стамина такая... Ой, а что-то как-то я устал, а я не хочу. Вот и все. Благодарю, ты проявил мастерство истинного воина. С каждой потерью ты учишь меня чему-то. Без сострадания, наверное, можно убивать, но вдохновляться никогда. Быть может, поэтому генерал Люба с его бесконечным сопереживанием был воином, не имевших равных. Ну да. Беси мы прокачали. Мы прокачали всех. Хочу обратить внимание. Кроме того, кто нужен. Беси это длительность положительных эффектов. Ну, это как раз для зачарования мы. Вот, Цун Лун. Получение истинной Ци. Качаемся, грубо говоря, быстрее. Но именно Таньше... Именно Таньше у нас остается... Да. Да. К сожалению, это так. Ладно. Что поделать. Так, по заклинаниям. Ну, еще может быть, окей, путешествие. Нам нужно последнее путешествие дополнительное. Довосияют наши доспехи. Если честно, оно очень сильно выглядит, как долгое и затяжное. Так и есть. Долгое. И противное. Придется скрасить это нашими дорогими, замечательными, потрясающими, великолепными бустерами. Благодаря которым-то, собственно, на канале видео и выходят. Присоединиться к их числу. Вступить в семью. А семья это главное. Можно по ссылке в описании. Ссылка на бусте. Переходим, подписываемся. Правда, здесь сразу 12 уровень, кстати. Это неплохо, да. Редактор субтитров А.Семкин